Мы вернулись по-русски. Сразу начали с испанского с Кевином. У нас не было неделю, неделю не выходил влог, у Кевина диплом. Я думаю, все, кто учится студенту, его прекрасно понимают. Но мы вернулись, и сегодня у нас не будет никаких тем для размышлений, не будет никаких спичей и речей. У нас сегодня рабочий день. Не самый обычный рабочий день. Буквально через 10 минут начнется мое интервью для журнала Собака. Оно есть в каждом городе. Журнал есть в каждом городе. После чего мы едем смотреть локацию для съемок. Для одного проекта нам нужна большая сцена, и мы едем в Декаро Сильмарш в Ростове-на-Дону смотреть эту площадку. Собственно, оставайтесь с нами и подписывайтесь. Вот прям нажимайте кнопку, подписывайтесь и в колокольчик и комментарии пишите. Это позволит каналу быстрее развиваться, а нам снимать больше интересного контента. Поэтому готовы? Начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как инвестиционализировать саму деятельность? Хороший вопрос. Я вам приведу пример. Когда я только начинал, у меня были какие-то творческие амбиции. Я хотел снимать какие-то хаосные вещи. Но при этом я понимал, что мне нужно развиваться еще и в конвертическом поле. Я выбрал несколько компаний в Ростове. Либо франшизных, либо частных. И пришел к ним и сказал, ребят, я умею вот это, это, это. Дайте мне вашу продукцию. Дайте мне возможность поснимать о вас. Я сделаю вам контакт. Старбакс мне отказал. Я пришел в Чоп-Чоп. Это сеть бэби-шопов. И мне сказали, что они сотрудничают уже с кем-то. Я сказал, окей. И следующие полгода я упорно трудился над тем, чтобы сделать что-то, что я могу продавать и показывать. Через полгода ко мне пришел Чоп-Чоп и сказал, мы хотим с тобой работать. Коммерческая сторона, это не всегда умение вести переговоры. Это иногда создание чего-то востребованного, что потребитель, клиент, заказчику не важно. Очень захочет это иметь. И когда это не встречается на рынке очень часто, все пути будут вести к тебе. Поэтому первый путь – это заявить о себе. Мы недавно делали фильм про современное искусство в рамках проекта «Ничего страшного». И один из художников сказал очень интересную мысль. Я точно не подситирую, но примерно следующее. Мы живем в мире провозглашенных ценностей. И если ты сам себя не назовешь художником, то никто тебя им считать не будет. Я во многом с этим согласен. Если ты открыто заявляешь, что я сейчас делаю это на таком уровне – это моя работа. Я в этом профессионал. Это стоит столько денег. Люди к этому будут относиться гораздо охотнее и серьезнее, нежели чем ты будешь жить в своем мире, где ты недооцененный творец, к которому никто не обращается по каким-то причинам. Поэтому заявить о себе равно привлечь внимание. Привлечь внимание равно отфильтровать нужную аудиторию и ненужную аудиторию. Как вы подбирали себе клиентов? Я вижу, что, на мой взгляд, многие начинают загруждаться. Они снимают для исполнителей шансов, например. Я понимаю, что это какие-то деньги, я понимаю, что это опыт. Но из этого сложно выбраться. Получается такой цикл? Нет, из этого вообще не сложно выбраться. Из этого изначальная цель стоит не в том, чтобы просто что-то снимать и зарабатывать деньги. Нужно хорошо и четко понимать, что любой человек, кто первый раз в жизни взял в камеру, при всех его амбициях, желаниях и насмотренностях, не сделает что-то, что получит кавканских львов. Мы это с нами прекрасно понимаем. Соответственно, когда ты берешь камеру, тебе нужен опыт. Есть прекрасное высказывание. Искусство – это умение пробиться через железную стену того, с помощью того, что ты умеешь, к тому, что ты хочешь. Вот ты умеешь вот столько, а хочешь вот столько. И ты этого никогда не сделаешь, пока твои умения не будут расти. Другой вариант – это собрать команду людей, где все будут двигаться в направлении, которое ты задал. Как, допустим, есть режиссер Мак Шишкин, и он не разбирается в технических аспектах. Он не знает камеры, линзы и так далее. Ну, ему это и не нужно. Потому что есть идея, есть люди, которые это готовы делать. И когда ты молодой парень, девушка, неважно, ты хочешь, чтобы снимать, ты идешь и снимаешь то, что у тебя есть возможность снимать. Утренники, мероприятия, выписки, свадьбы там и все. И это правильно. То есть нужно быть там, где есть возможность держать камеру в руках. Платят за это тебе, не платят за это тебе. Это бесценный опыт, это умение обращаться с камерой, это умение обращаться с материалом. Это огромное количество шишек, которые лучше набить на тех проектах, где нет конкретного сценария. И ты можешь лишние три секунды замедлить дубль, чтобы перекрыть свою ошибку. И потом весь этот опыт, весь этот багаж очень легко интегрируется в какие-то более сложные авторские вещи. Но какой клиент доверит тебе создание имиджевого рекламного контента для своего бренда, для своей компании, когда ты только говоришь, а ничего показать не можешь? Когда люди сейчас, они очень хорошо, они все больше начинают разбираться и в технических особенностях. Клиенты понимают, какие камеры хорошие и какие плохие, условно. Клиенты понимают, что такое параллельный монтаж. И если клиент тебе скажет на первой встрече, «Я хочу параллельный монтаж», а ты не знаешь, как это сделать, «Как ты будешь шутить? Почему тебе должен за это заплатить?» Ты должен быть профессионалом. Ты можешь быть профессионалом в Ускар-области. Я лучше всех снимаю отчеты с вечеринок. Я могу иметь амбиции режиссера. Я могу иметь амбиции оператора-постановщика. Я могу быть уверен, что я достоин Ускара. Но это вообще ничего не значит. Абсолютно ничего не для кого, кроме меня. Поэтому, если я лучше съемки вечеринок, то я буду делать вечеринки лучше всех, и люди будут приходить с этим. Но когда я пойму, что я не хочу снимать вечеринки, но мой опыт, работая с людьми, с площадкой, с освещением, пусть даже которое я не выставляю, я очень спокойно его переложу на свою авторскую идею. В моей команде задействованы очень талантливые и удивительные люди. И очень глупо требовать от талантливого человека какой-то механической работы и подчинению какой-то системе. Поэтому каждый из них привносит в наше взаимодействие что-то свое. У нас бывают сложные длительные собрания или сложные подготовительные процессы. У нас бывают очень яркие эмоциональные встречи, где мы шутим, месяцем и все прочее. Поэтому мы разные. Это сильно зависит от моего настроения, это сильно зависит от обстоятельств, от времени, от того, насколько вкусный кофе. Но все это не влияет на результат. И со временем я понял. У меня есть, возможно, у меня есть желание приходить сюда в 6 утра, и чтобы в 6 утра уже кто-то пришел раньше к ней работать. Это, возможно, навязанная идея. Но когда я задаю себе вопрос, зачем мне это нужно, я не нахожу ответа. Ну, потешить свое эго, есть другие способы потешить свое эго. У этого нет никакой задачи. Потому что если мы делаем все хорошо, мы делаем вовремя, мы делаем качественно, и мы всегда успеваем больше, чем мы планировали, почти всегда. Зачем придумывать какие-то условности, которые, возможно, не будут откликаться на их ребят? Да, это мои бойцы. Это мои свирепые профессионалы. Они наемные убийцы в мире видео. И я действительно так считаю. Но при этом это живые люди. У нас не коза ностра, где есть вертикаль власти, которая ни на секунду не может откликаться, где есть свои подразделения и прочее. Нет, мы уважаем друг друга. И мы уважаем наши различия. Интервью закончилось. У нас было очень необычное интервью. Отличалось от тех, которые у меня были до этого. Мы много говорили про самоидентификацию, про искусство, про художника, каким он должен быть, может ли сочетаться в художнике и творчество, и бизнес. Очень сложная тема. Если у вас есть мысли на этот счет, или вы знаете людей, кто это успешно совмещает, или наоборот выступает против этого, то вот сюда напишите в комментариях. В общем интервью будет готово в июле. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, поехали, смотри. Поехали, смотри. Поехали, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok